Вот и Иванка Трамп рассорилась с отцом из-за того, что собралась на Байденовскую инаугурацию спасать будущее своей политической карьеры. Первую дочь, как её всегда называли, шельмуют в Твиттере. У неё нет никакого права там быть. Она даже не государственный сотрудник. Предателям туда нельзя. Арестуйте её. Иванка Трамп, останься дома, чёрт побери. Никто не хочет тебя там видеть. Трамп на инаугурацию соперника не пойдёт, но порядок обеспечить пообещал. На это время американский президент ввёл в столицы США режим чрезвычайной ситуации. То есть приведение Байдена к присяге официально приравнено к стихийному бедствию. Президент Дональд Трамп поручил федеральным службам оказать содействие округу Колумбия в связи с чрезвычайными условиями в период 59-й президентской инаугурации с 11 по 24 января. Торжество пройдёт под дулами автоматических винтовок. В Вашингтон перебрасывают 15 тысяч национальных гвардейцев. Часть уже прибыли. Бойцов сразу направляют в Капитолию. От наплыва гостей в форуме в вашингтонских отелях взлетели цены. Найти угол, чтобы переночевать ещё можно, но получится это не у всех. Онлайн-сервис Airbnb, который специализируется на посуточной аренде, сторонников Трампа объявил незванными гостями. План безопасности Капитолия закрывает трампистам двери съёмных квартир. ФБР на возможности Airbnb, само собой, не надеются. Бюро настаивает на том, что 20 января чуть ли не в столицах всех американских штатов готовятся вооружённые выступления. А ультраправые радикалы из Бугалу Бойс, те, что ходят в цветастых гавайских рубашках с винтовками наперевес, и вовсе планируют собраться заранее. Не тревожено ли на душе, спросили журналисты Джо Байдена сразу после того, как он получил вторую дозу вакцины от коронавируса. Сэр, вы не боитесь принимать присягу снаружи? Нет, я не боюсь. Погодите, погодите, я долгое время не видел этих ребят. Нет, я не боюсь принимать присягу снаружи Капитолия. У нас был брифинг на эту тему. И я думаю, крайне важно, чтобы те люди, которые участвовали в мятеже и угрожали жизням других, понесли ответственность. На поиск отличившихся у Капитолия тем временем брошена вся мощь американской правоохранительной системы. Стараются и СМИ, и близкие родственники. Участников штурма сдают жены, дети, знакомые и друзья. Высокопоставленный источник рассказал нашему каналу, что у толпы были лидеры и средства связи. Среди них были бывшие военные с опытом боевых действий. Например, Лэри Брок, которого, как говорит полиция, видели в Капитолии со связкой пластиковых наручников. Этого отставного военного и участника боевых действий из Техаса сдала бывшая жена. Симпатии к Трампу испытывали не только армейские ветераны. Демократами, что поддерживали БЛМщиков, которые ставили на колени их коллег, были, по всей видимости, недовольны и полицейские Капитолия. В отношении 15 из них, дежуривших в тот день, начата проверка. Двоих уже отстранили. Одного за то, что делал селфи с протестующими. Другого за то, что надел красную кепку с надписью «Сделаем Америку снова великой». В общем, от наказания не уйти. Вот этого мужчину, например, не пустили на самолет в Вашингтонском аэропорту Даллеса. Трамписта внесли в список нон-грата для авиаперелетов. Они назвали меня террористом. Они хотят разрушить мою жизнь. В небо теперь нельзя и Адаму Джонсону, который стал знаменитостью из-за фотографий с трибуны Пелоси. Во Флориде Джонсона отпустили под залог в 25 тысяч долларов. Путешествовать ему запрещено. Придется соблюдать комендантский час с 9 вечера до 6 утра. А вот Джейкоб Ченсли, больше известный как «Юэнон Шаман», уже арестован. Впрочем, создателю игрушек из Аргентины в роли натурщика полуголый шаман не нужен. Хватает фотографий. Он собирается продавать фигурки по 7 долларов за штуку. Когда я посмотрел видео, первое, что привлекло мое внимание, был этот персонаж. То, как он одет в контексте произошедшего в США, такое ведь нечасто там происходит. Это целая новость. У тех, кто против Трампа, свои сражения. Даже на полях для гольфа. Гольфистская ассоциация США исключила принадлежащие Трампу гольф-клубы из расписания национальных спортивных мероприятий. Другие действуют из-под полья. Неизвестный сотрудник Госдепа на сайте ведомства накануне подправил биографии Трампа и Пенса. Получилось так, что их полномочия истекают не 20-го, а 11-го января в 8 вечера. Американский госсекретарь уже пообещал провести расследование. Но успеет ли последний день Помпео в Госдепе через неделю?